так доброе утро всем привет приветствую вас на своем канале и начинаю новую серию своей каденции сегодня 27 января утром 4.30 я снова заспанная выхожу в эфир только проснулась собралась и буду выезжать в трассу мои вещи уже все спаковано спаковать было сложнее чем распаковать вчера была на закупах купила продуктов все по необходимости но одних продуктов 3 пакета я в польше дома моя машина в германии и мне надо будет там забрать и не знаю где она стоит вот штука лев который заберет меня туда у него загрузка сегодня в польше и выгрузка наверное в германии и по пути он должен завести меня так что выезжаю в рейсы отпуск немного подзатянулся но я это все наверстаю мы сейчас на загрузке загрузили нам одну палетку сейчас поедем ну и едем потихоньку с коллегой останавливаемся на кофе паузу и заправиться и еще час чем-то по времени это не знаю сколько километров сто до моей машины осталось вот и я уже сегодня вечером буду буду у тебя в машинке вот разберу шмоточки посплю потому что сегодня и не выспалась а вот такие вот делишки так значится вот таким вот образом все это выглядит мои сумки на машине осталось это все разрезти и как хорошо что еще только восемнадцать часов половина точнее седьмого я включила в басточку чтобы было теплее кто-то оставил блин коллега который оставил эту машину забыл свои игрушки человек ладно короче вот так вот в общем прощаемый добрый коллега спасибо что привез меня к моей машинке к моему домику новому домику пока доброе утро мои подписчики мои дорогие люди я бы сказала даже драгоценные подписчики я я в шоке как вас много на моем канале уже я очень рада и для меня это неожиданно честно сказать я и не думала что кому-то мой вот этот вот бред будет интересен вот сегодня новый день вчера не стала уже снимать как распаковала вещи и ложилась спать потому что я была уставшая честно мне ничего не хотелось так что я я решила поздороваться с вами утром и все объяснить вот сегодня пятничка у меня у меня сегодня загрузка уже есть сейчас я пью кофе и поеду на на загрузку работать ура не кофе а чай потому что потому что я подумала что так будет полезнее утром разлила на коврик воду из бутылки и у меня теперь сохнет наручники и так вебасту в баст еще работает и короче повесила повесила высохнуть я уже немного соскучилась за работой я съехала в рее и съехала с трассы домой на новый год почти перед самым годом и думала думала отдохну там недельку может полторы и снова выйду вот жизнь и предсказуемая непредсказуемая штука вышла так что мой отпуск позатянулся и я пробыла на наверно месяц если не больше месяца дома всем привет надеюсь меня слышно сегодня я должна была выехать на работу сегодня понедельник 10 число и и мой бус меня ждал я хотела поехать тоже в рейс так случилось что мне сейчас вообще не до работы я после операции я записываю это видео уже тогда когда хорошо себя чувствую больницы я уже два с половиной дня вообще думаю о том что мы люди на самом деле такие болезненные и я чувствовала себя абсолютно здоровой я ничем не болею и я здорово но мы люди такие что никогда не знаем что по своим произойдет и так случается что в один момент что то просто берут и повреждает и все наши планы резко меняется так что всем желаю добра и здоровья а я иду на поправку и надеюсь завтра меня выпишут операция была наверное не сложная но не настолько сложная я жива и здорово надеюсь не стану говорить что была за операция скажу только одно что в больнице я лежала в первый раз своей жизни на удивление меня быстро выписали для того чтобы это произошло еще быстрее нужно было ходить расхаживаться у меня стоял дренаж чтобы вышла быстрее кровь а так через два дня они меня отпустили ну что сегодня среда четвертый день как я в больнице и меня наконец-то выписывают еду домой и наверное еще неделя реабилитации ну вот так вот неожиданно для меня самой получилось я я вообще абсолютно не не ожидала я в больнице впервые в своей жизни была это моя самая первая операция я здоровая никогда не болею но очень редко поэтому так совпало слава богу что была в отпуске и что была дома что это все случилось не в трассе и и что у меня была страховка потому как через украинскую страховку было бы сложнее все получить эти деньги украинская страховка требует так сначала оплатить все за свой счет но вы как бы подать им бумажки после окончания лечения вот диагноз и все что прописал врач и весь ход лечения вот они потом как бы компенсируют тебе эти деньги вот и это для меня было бы ну супер накладно потому что у меня просто не было таких денег сколько я узнала больница просят человека который у них находится на лечении это было бы очень дорого для меня поэтому польская страховка очень сильно выручила и просто хочу призвать каждого чтобы каждый человек знал что наша жизнь супер непредсказуемая наше здоровье оно очень хрупкое даже если вы думаете что вы здоровы не всегда так оказывается на самом деле и что стоит застраховать свою жизнь это никакая не реклама просто я ощутила на себе это все и я поняла насколько важно быть быть застрахованным от фирмы или как или самостоятельно купить страховку в Польше в общем это не помешает ну как вы поняли я не забирала свою машину вот я выехала и меня забрал коллега который ехал через Германию на Францию он меня завез в Ханновер здесь стояла моя машина и ждала меня вот я наконец-то выспалась потому что вчера был трудный день у меня болела голова из-за того что я рано встала из-за того что все было вот как-то немного сумбурно быстро надо было выехать вот и с новыми силами вот я приступлю сегодня к работе мне дали немножко другую машину совсем не ту которая у меня была и каждый раз у меня новая машина ну в смысле не новая а другая и каждая машина они плюс-минус одинаковые ну может быть немного отличаются по совсем таким мелочам эту машину которую дали сейчас она без боковой двери как у меня было прошлое нету боковой двери и она немного короче будка то есть она не не 7 палетка а в 6 палетка вроде бы то есть немного короче и нету внутренней стены раньше у меня была как бы немного больше будка и стену можно было ставить делить делить холодильную камеру на две как бы камеры на две части передняя задняя то есть я могла вести два груза с разных например фирм или на две выгрузки под разными температурами а сейчас такое будет невозможно вот интересно попробовать я вообще не представляю как работать без стены потому что уже как бы неотъемлемая часть моей жизни и в общем как работать без нее я без понятия но я думаю что это будет сто процентов легче потому что возиться со стеной это сложно она тяжелая ее нужно передвинуть пересунуть и закрепить и ровно и в общем это не всегда не всегда с первого раза получается вот немножко как бы сказать налегке и и машина немного другого цвета как вы видели все все отличие так что так приятного мне аппетита а а с вами увидимся заехала в лидер купила воды мандаринок яблок паршалан и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Я не стану этого делать Это не мое Так что весь мой контент Будет построен на чисто развлекательной теме И я буду снимать просто как я работаю Какие у меня дни, загрузки, выгрузки И если вам это интересно, оставайтесь со мной, пишите мне комментарии И, кстати, я все вижу, читаю, смотря на то, что вас интересует, я уже начинаю продумывать, о чем бы я сняла в следующий раз, о чем бы рассказала Вот, я думаю, я думаю, снять отдельный ролик о том, как я пришла на эту работу, видела несколько комментариев, что людям интересно, о том, как вообще, ну, типа, мне пришло в голову идея пойти в дальнобой, так что... И да, кстати, в ТикТоке, если кто на меня не подписан, я объясню, там, немного словила хейта по поводу того, что я называю себя дальнобойщиком Якобы водителя, которые... водители, как правильно сказать... которые работают на бусах, они не дальнобойщики Простите, конечно, если я... если вам режет слух, то, что я говорю на себя дальнобой Но это сугубо лично мое мнение, я так считаю, и я его не навязываю Просто вижу, что некоторых людей очень сильно коробит прямо от того, что я назвала себя дальнобойщиком И, типа, какой ты надлебой, если ты работаешь на... на бусе А я объясню, я считаю, что я дальнобой, потому что я делаю супер большие расстояния У меня рейсы по полторы тысячи километров, по тысячу семьсот, по тысячу двести за сутки И, как бы, я считаю, что это дальнее расстояние Если я еду с Нидерландов к Бари, в Италию, то... ну... я не считаю это курьерской доставкой, простите Тем более я хотела быть дальнобоем всегда И то, каким я путем туда иду, в эту работу, каким путем пришла, меня уже, как бы, не интересует Бус, значит, бус Но я буду работать и на такой машине Я бы очень сильно хотела На самом деле, у меня уже есть все документы, кроме категории Е Просто еще не время Чип-карта уже из этого Олино 95-й кода я открыла Красный документ получила АДР сделала С-категорию открыла Уже давно Так что... разве что семитонник, но... Всему свое время И пользуясь случаем, и временем Я мне даю загрузки еще ждать три часа Вот, покажу как раз вам свою машину, как она выглядит изнутри Знаю, там, где-то читала, кому-то тоже было интересно Вот так вот выглядит мое рабочее место Даже не знаю, с чего начать Как бы... компьютер все пишет Я могу узнать всю информацию во время поездки Вот мой шоколад Blue Видите, у нас на фирме стоит ограничение скорости Оно не стоит на автомобиле, но... Всем приклеили такие наклейки Расход топлива Чтобы экономили Это тоже рабочая панель инструментов Здесь телефон подключается по Bluetooth Я могу подключить звонки Я могу штатную навигацию использовать Но я ее не пользуюсь, потому что мне неудобно на нее смотреть Радио И подключен под мой телефон Bluetooth Настройки Как бы все что угодно Звук хороший Как бы меня устраивает Имеется таких три полочки Две из них открытые Одна закрытая Вот Там у меня всякие документы Маска Такое Короче, мои вещи Моя кепочка Всегда со мной катается И как бы... Тут еще не повесила свой держатель Он немного слабоват Короче, не знаю Он мне достался Я его не покупала Вот Но он слабый Хочу купить себе другой Вот как есть HOKA, например HOKA держатель Да Магнитный Как бы он супер классный лебедь Я не знаю У кого такая же пацаны Кто работает Не дадут соврать Это реально классное Это Только он у меня шел без присоски А шел с наклейкой И вот раза три Или два На машинах на которых я ездила ранее Я его клеила А потом отрывала прям капец Отрывала жестко И вот на третий раз Он не стал уже клеится И Эту присоску И Эту присоску Короче Я с другой Навигации наверное сняла Или с другого В держателе Я не помню где его Она у меня была Вот И Отдельно HOKA открутила Этот Магнит И Отдельно держатель И Получается Сюда запихнула Типа мягкий Двухсторонний скотч Он не сильно клеится Но он типа не дает спасть Этому я его намотала несколько раз И засунула Короче Простите Колхоз рассвет Это Ну Рассказываю как есть Типа Он мне нравится И он не нужен Но На него нету нормальной Нормального держателя Я затупила И не купила вот с присоской С присоской Самое лучшее Как бы Прилепила без Без всего Короче пришлось колхозить Ну Оно Ну как бы Работает Вроде держит Типа А шо еще надо И Похвастаюсь Купила себе Такой держатель Сейчас я его Сейчас я заведу в машину Потому что он работает Так он работает На такой длинной лапке Он И тоже на присоске Вообще По идее Должен крепиться Присоска вверху А Эта штука должна Как бы идти вниз И получается Я его вверх ногами переверну Но Ну Таким образом Лучше Потому что У меня Наклоненное стекло Правильно И он 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 туда не влазит И так я его Ближе к низу Приклеила Только вот эта лапка Когда стоит На нем телефон Я снимаю на него И еду Он супер Как пружинен И Ну не знаю Короче Хотелось бы Снимать для вас классный контент И я купила его Потому что он мне был нужен Как зарядка И как держатель Но Вот эта вот штука Короче Испортила мне Весь кайф Я понимаю Что когда я еду по дороге У меня так трясется телефон Эй Отдай Здесь у меня Вебасочка Включается И Вчера Налепила себе Два телепаса Новая Фирма Купила Вот Здесь тоже Две полки Короче Все как у всех Наверное У всех же так буси Вот это распечатка Для температуры Может быть кто не знает Может быть кто работает На пландеке И не пользуется Такой фигней Вот Но Эта штука Печатает у меня Температурку 5 градусов сейчас у меня Ну и так собственно Выглядит такое Основное пространство И Как бы Не забыла Еще набрать воды Себе В канистру Потому что Не было времени Вчера На паркинге И не было где А сегодня Я забыла заехать На заправку Чтобы набрать воды Вот Оставляю там оба В общем А здесь вот я сплю Это мое спальное место Скручиваю постель Каждое утро Вечером Ее раскручиваю И заправляю Разлаживаю У меня есть два кармашка Для вещей Вот Здесь у меня лампочка Которая Супер ярко светит Иногда Слепит глаза Вот И тут у меня Три этих всех Мягких части Поднимаются Они поднимаются И эта И та И под ними тоже У меня Как бы Тут у меня Продукты С этой стороны Вот Под той У меня Вода И такое Типа газовые Баллончики Инструменты Провода Мои новые Которыми еще Ни разу не пользовалась Купила Думала Ну дай бог Никогда не пригодятся Ну и так тоже вещи Как бы И Верхние полочки Тоже есть Тут у меня И для Косметика Здесь у меня Вещи Тоже верхняя полка И там у меня Кортки И такое Как бы Рабочие Кортки И салфетки В общем Вроде Паковала Куча вещей было Ну как бы Восемь пакетов Больших Восемь сумок Можно было бы сказать А в машине Потерялись И не особо то их И видно Так что так Эбаста работает классно Спать тепло В принципе во всех машинах Эбаста классно работает Это только в старых Которые с курничками Бывает так что Эбаста Ну как бы Плохо работает Либо Не переключается На температуру Там какую то Меньше Ну это такое Это очень редко Я называю свою машину Домик на колесиках Потому что у меня здесь и все Мне в ней комфортно И мне хватает места По сравнению С машиной Которая С спальным местом Сверху Ну с курником На котором я ездила Я ездила Наверное 2 или 3 Каденции На такой машине В самом начале Как только устроилась Вот То Как бы Эта машина Ну кайф По сравнению С той Которая была Я колхозила сама Это обычная резинка Кто видит Знаю на видео Я ее замечаю Наверное В шоке Но Как бы Протягиваю ее И здесь вот Крючком Зацепляю Вот Мне нормально Я привыкла Типа Уже как бы И не сделаешь По-другому Тут некуда лепить Типа можно было Там на магнитике На какие то Я не знаю Заморачиваться Подшивать Это все Шторки Да Но Не знаю Как это до этого не доходят руки С первой Каденции у меня Вот Такая резинка Типа И как бы все Что вам еще рассказать Двигаться я буду в сторону Италии У меня там выгрузка И даже уже мне дали загрузку Так что Я сейчас загружусь Поеду Потихоньку И Еще раз спасибо вам большое за поддержку Мне это Приятно Круто Спасибо за подписку Хочется еще Еще больше снимать И показывать Все Всего хорошего До новых встреч Увидимся